7 января 2007 года, 18 часов 28 минут по Торонцкому времени и в эфире 58 подкаст от Канадского Лося и компании. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что-то у меня сегодня не катит. Что-то у меня заикаться начало. Забыл как говорить, бывает. Девайс усилитель отключен. Да нет, в последнее время я стал заикаться, может у меня неуверенность или ещё что-то в этом роде. Вот, это депрессия, Женя. Это депрессия, я тебе говорю. В Канаде всё объясняется тем, что у вас депрессия. Правильно? Правильно. Вот. Надо накалотаться таблеток а-ля экстази. Говори громче, а то здесь вот я смотрю на эти зелёные полоски, они как-то очень вяло прыгают, если честно. А если честно, ну я не знаю, блин, погромче говорить, это вообще кричать тут надо, что-то. Ну так нормально, потому что мы будем кричать, а они будут нормально слушать. Повышенная чувствительность, кстати, тоже хреновая, когда вот там настраиваешь чего-то туда-сюда. Да. Ну ладно, что у нас сегодня в программе? Ваня, ты у нас главный теперь этот ведущий. А, серьёзно? А что я об этом не знал? А это мне идея сегодня только пришла. А, понятно. Я ещё об этой идее не слышал, да? Да, ты ещё об этом не знал, но уже так есть, уже всё поставлено, уже всё записано, так что... Ну хорошо, о чём мы сегодня говорим? А, про того чувака, то, что до нас дошло-то, что в Канаде прикольного. А, да нет. Я на самом деле хотел начать, вообще не совсем традиционно, не с комментариев. У нас, кстати, сегодня на прошлый подкаст с комментариями просто аншлаг случился. Ты даже не поверишь. Ну, к этому мы перейдём позже в нашей программе. А, блядь! Так это надо будет затереть? Затереть ластиком. Это здесь произошла техническая неувязка. Разнообразим подкаст, да? Хрустением, там ещё что-нибудь. Курением, вдыханием. Сопением. Сопением. Слушай, возьми себе пепельницу, ради бога. Хватит тут ко мне. Вот видишь, я тебя предупреждал. А знаешь, самая большая... Это ёшкин кот. Немаза уходящего года. Все перед Новым годом пишут подкасты. Ты ведь знаешь об этом, да? Нет. А я вот специально решил не записывать перед Новым годом. Назло всем, да? Нет, нет. Назло врагам. На самом деле это было вызвано двумя основными причинами. Да, то, что ты с Верочкой поехал дорогой, она тебе не дала. Вот это надо будет сильно вырезать, ты знаешь, эту часть. Мы её потом перезапишем. То, что она тебе не дала? Пожалуй, не стоит повторять. Вот. Да и не очень-то хотелось, ты знаешь. Да, я в это глубоко верю. Ты знаешь... Особенно в то, что не хотелось. Мужчины это лучше, чем животные для... Как это будет медицинский термин? За выкуплением. Ты понимаешь, мы лучше. Это медицинский, по-моему, термин. Ну, неважно. Мы лучше, чем это. Правильно, мужчины? Ну, правильно. Поэтому надо не одно, а две. Скажи одновременно. Ну, это тоже неплохо. Раз ты свернул на тему секса, я хотел тут вставить. Ты знаешь, заниматься... Нет, спасибо, я как не могу. Женя. В том-то, что-то случилось. О чём ты не знаешь. Заниматься сексом вообще надо в промежутках. Желательно, чтобы твой оппонент тоже у него был промежуток. Тогда очень хорошо получается, ты знаешь. Ну, правильно. У женщин есть такая вещь, как период. Да? Я не про это говорю. Ладно. Не романтик ты, Ваня. Не романтик. А. Вот. Так, где там срулил с пути на тему? А, вот, было две причины, почему я не записал подкаст. Да, значит, первое, то, что я свалил в Торонто на Новый год. С Верой. А второе, потому что я, если честно, не хотел списать новогодний подкаст. Да, ну, все поздравляют, с Новым годом, с новым счастьем. И никак, и ни то, ни другое, ну, вообще-то Новый год приходит. А, да, тоже смотря как, ты знаешь, по китайскому календарю-то уже Новый год прошёл, по-моему, да? По еврейскому тоже. Так что, это для каждого всё относительно. С днём календарем не слежу. Да. Сегодня узнал, что завтра классы начинаются. Да? Ну, вот, так что я так подумал, а-а-а, что всех поздравлять? Вот, кстати, сегодня этот, что у нас сегодня? Правильно, сами себя поздравить. Не фиг вас баловать вообще. Да. Сегодня Рождество, так что, все, кто справляет с Рождеством, у кого-то, между прочим, только что год начался. Да, да. Так что, вот так. Не будем дискриминировать на почве Новых годов и вероисповедания, а то сейчас придут к нам люди и начнут как нам. Ты знаешь, а мне нравится кататься на почве дискриминации. Вот все говорят, что это ерунда, а на самом деле нет. Да, красиво. Всегда можно это самое. Столько отмазок можно придумать, господи. Вот ты знаешь, например, что в университете я могу пойти и сказать, а вот я не могу экзамен писать, потому что вот у нас праздник там какой-нибудь. И ты знаешь, что действительно не буду писать экзамен в тот день. Правильно. Правда, потом я буду писать экзамен еще в два раза сложнее, сидя на первой парте учителя в кабинете. Ну или что-то в этом роде. Ну да. Он будет на тебя смотреть косыми глазами. Вот. Козел, а. Из-за тебя теперь надо сидеть три часа. Вот. Поэтому в некоторых случаях лучше опускать эту тему насчет религии и вероиспределения. Зато можно вот этот. Я уже как-то, по-моему, рассказывал, что я катаюсь весьма на почве дискриминации. У меня раньше кредитной карточки нету. Не было. Вот. А теперь есть. Вот так вот я раньше катался на теме дискриминации по кредитной карточке. Что вы думаете? У вас кредитная карточка? Так вы всё миром владеете, да? Да, да. А вот меня нет. Так что вы думаете? Я человек второго сорта, да? И ты знаешь, в принципе, прокатывало. Я знаю. Самый частый из этого дела пример – это мне, пожалуйста, сыр не кладите. А почему? А это у меня прелегилось на убеждение. А понятно. А ты знаешь, я перестал это говорить, потому что я заметил, я когда и в гости ходил, и в рестораны, я их прошу сыр не класть. Вот. И если там вываливается тема, как бы, а почему бы и нет. Вот. Когда начинаешь говорить, что по религиозным или каким-нибудь ещё таким соображением. Нет. По религиозным соображением. Вот именно это. Все начинают колбасить и интересовать тебя, почему нет. Вот проще сказать, а у меня на сыр аллергия. Вот вы сейчас положите, я съем, я сдохну. Ты знаешь? Никаких вопросов. Всё. Без сыра, без ничего. Вот такая вот маленькая ложь. И даже мясо забыли. Мясозаменитель положили, а потом сидишь и кушаешь, думаешь, странно, что-то это мясом не пахнет. Нет. Они на самом деле очень пунктуально относятся, особенно если у тебя аллергия. У неё здесь же, ты не видел рекламу Марса? Теперь все могут наслаждаться Марсом, теперь там больше какие-то орешки не используются. Пиннет-фри. Ну вот. Вот. Вот тебе пример. А ты мне говоришь, а у меня аллергия на молочные продукты и всё. Сейчас я здесь весь пятнами покроюсь и отдам концы. Желательно вам. Вот так. Да, и ваш бизнес закроется. Засужу, да, если выживу после этого. Естественно, я выживу. Но это уже будет потом. Так о чём-то я вообще? С какой темой мы переехали на дискриминацию по пищевому приступу? Ну, то, что ты не записывал подкасты. А, да. Так вот, значит, было две пищевые роки. Ты уже, по-моему, про них рассказал, что тебе не хотелось, и ты ездил в Торонто. Да. Вот. И теперь. В Торонто я съездил удачно, более или менее. Хотя она тебе не дала. Вырезать много прессований. Можешь это меньше упоминать? Что-то она тебе не дала? Да не очень-то и хотелось, ты знаешь. Вот я вернулся в Виндзор, ты не представляешь, какой замечательный секс был с моей девушкой. Несколько дней подряд. А, ну это то, что ты... Ну ладно, неважно. Ну вот так. Я ей сказал, что я её бросаю, а она предложила другую инициативу. А, идею в смысле. Видимо, это её моё предложение возбудило. Вот такие непонятные женщины бывают. Бывают. Да. Минута молчания. А когда предлагают, отказаться, естественно... Тяжело. Тяжело, да. Она вам сделает такое предложение, от которой вы не сможете отказаться. Это страшно, на самом деле. Нет, почему? Ну, в этот... Когда шпионов обучают, говорят, бабы – самое страшное оружие человека. Против человека? Ну да. В смысле, против мужчины. Всё на нас сегодня. Не знаю, по-моему, в Канаде и против бабы тоже. Ну и блядь. Тут это разрешено и вообще нормально. Вообще нормально. А, да, кстати, я в Торонто хотел сходить на улицу геев. Мне так хотел сходить. А я не хотел, а попал. Нет, ну так и не дошли мы туда, когда возвращались из Даунтауна. Ну вот, к сожалению. Хотя надо было погулять побольше. Ничего, я тебя летом туда свожу, когда они все раздеты ходят. Вы серьёзно? У них там гей-парад проходит. Кстати, надо будет на неё съездить. Может, даже примем участие. Ты как? Да подумай, в принципе. Ну, побриться надо бы. Если есть чем гордиться, то можно девушек даже подцепить на этом гей-параде. Дорогая! Дорогая! Обратите внимание на этот продукт! А что, надо везде искать позитив. А, ладно. Перейдём к нашим аншлаговым комментариям. Ух ты! Что это такое? Это снег. О, да, кстати. Это да. Ты не поверишь, но это действительно снег. У нас в городе. Серьёзно? Да, вот ты представляешь. Это в этом году? Да, ты представляешь. Ага, блин, ужасно. Вот, кстати, насчёт Нового года, зимы и всего остального тоже очень весело получилось. Чего у нас тут сейчас на улице? Плюс 10. Плюс 10? О, отличная погода! Для января месяца. Да, я балахон накинул, думаю, надеть куртку, потом подумал, не стоит. Не стоит, да. Ну, жарко будет, но хорошо. Знаешь, что самое ужасное с этой программой? То, что я всё-таки получил лицензионный этот гараж-бенд, а сижу всё на позаимствованном. А почему? А я не знаю, надо будет его переставить, а то он как-то крашится не вовремя. Может, у неё там что-нибудь непонятно чего. Ну ладно, перейдём всё-таки к комментариям, а то мы тогда до них и не доедем. Комментарий у нас сегодня много. Вот, целых 5. Так что их можно будет вслух зачитать. Я зачитывать их, наверное, не буду, потому что, если честно, я выговаривать нормально что-то не могу. Ну чего, давай, тогда ты будешь зачитывать. Ну, наконец-то, а то я уж скучать стал, говорит Дмитрий. С новой техникой вас. Да, поздравляю с новой техникой. Я вот тоже собрал новый комп и с наступающим вас годом. Ну, спасибо, с наступившим нас. Так, дальше. Я тут что-то написал, спасибо. Дальше пишет Ау, с праздником. Молодец, что появился, буду на работе слушать. Большое спасибо, что нас слушают всё-таки на работе. Ну да. Нефиг работой заниматься, лучше нас слушать. Да, ты знаешь, хорошо. А вот этот последний комментарий я вообще не врубаюсь, я его прочитал несколько раз, видимо, тупой. Не хочешь его вслух зачитать? Который последний? Вот с О начинается, да? Да, это, по-моему, буквы О. О, боги сжарились над нами, и мы получили подкаст-дуэт. О. Ура. Ура? Ура. Слушай, кому-то действительно нравлюсь я, что ли, или наша компания? Да, вот, представляешь? А я вообще не мог понять, это критика или это наоборот? Да нет, это наоборот. Я это воспринимаю как позитивные комментарии. Потому что дуэт, это всё-таки как-то, это значит, там присутствующий не только ты, но и я. Значит, кто-то даже действительно хочет и меня ещё слышать. Вот ужас-то. А, я имею в виду хорошо. Наоборот. Так, Сергей Тивё, последний комментарий. Он дает какую-то ссылочку. Это ссылка на хороший-плохой коп. А, озвучка русская. Классно. Классно. Я не знаю в общем, насчёт русской озвучки. Большое спасибо за линк. Я потому что, в общем, про это дело упоминал в подкасте. Что может быть там где-нибудь что-нибудь. Мне интересно персональный вопрос к этому Сергею. Откуда он этот линк взял? И вообще откуда там в России этот канадский фильм? Где бы побольше таких линков-то достать? Да нет, просто ещё интересно, к тому же, что оказывается ещё популярны за пределами Канады такие фильмы. Я знаю, в Америке он бы не покатился. Кто там будет сидеть, читать половину на французском, половину на английском. Ещё какой-то юмор непонятный. Не, ну канадцы, приехавшие туда, может быть. А там их много? Ну... Пол Голливуда? Ну, это ерунда. Кто голливудские ребята не смотрит наш канадский став? Ну, не, ну как... Они любят издеваться. Я не знаю, может... С канадцами? Да. Не, ну, ещё не помню, что знаменитый эпизод Саус Парка, где они там блэм Канада? Канада, помню. Ну, это не то, кстати, этот фильм. Ещё там есть пара великолепных фильмов. Эпизодов? Ага. Ну, позитивно, позитивно. Смотри, растём над собой. Я прямо ощущаю себя частью этого вот этого канадско-голливудского, знаешь... Клэлэлэктиба. Да. Надо куда-нибудь записаться, может. Ты думаешь, я буду хорошо играть в фильмах? Подкасты слушают, может, как референс дать. Веду подкасты. Возьмите меня в кино. Думаю, не прокатит. Думаю, тоже не прокатит. Сначала попробуй видеоподкаст сделать, а потом посмотри. Не будем о грустном. У меня идеи было до хрена насчёт видеоподкастов. Во-первых, камеры не было. Во-вторых, все мои идеи слишком много времени занимали бы, чтобы их снять. Ещё там такой маленький, такой, но очень важный элемент. Сцена первая, дубль 256-й. Акшн! Я уже подумал, знаешь, этот, как последний рывок моего видеотворчества, может быть, в World of Warcraft что-нибудь записывать. Там и сцена есть, и герои. Там тоже народу, наверное, до хрена надо. Надо же создавать там толпы, ещё чего-то. Не, ну зайди, блин, в Iron Forge, там вот тебе толпа. Вот тебе толпа. А чтобы её ещё организовать? Господа, дам по одному золотому тому! Кто? Ты думаешь, там много желающих появится? Я думаю, что да. Ну как, я тогда ради 15 золотых это бродил по этому, по всему Stormwind'у, и этот искал этого чудика, который запрятался где-то. Потом подумал, нафига это мне надо, и сел на своего друида, как от формы. Нажимаем на кнопку записи. Да, правда, этот чит не прокатил, он говорит, это самое, ты типа за мной в стелсе следовал, хотя я, ну хотя я в принципе в стелсе следовал за ним, но на самом-то деле я держал хорошее расстояние, что в принципе для меня показалось, что будет в принципе незаметно, ну, не прокатило. Не прокатило, второй раз. Первый раз прокатило. Ну что, начнем про жизнь рассказывать, про то, как я тут купил себе серию от A-Device. А, так он заработал? Нет, он не заработал, мне его пришлось обратно отправить. И меня еще долго будет мучить вопрос, пока не придет счет, вернули мне эти 50 долларов или нет, представляешь? А ты что, онлайн не можешь проверить? Не могу. У меня, эти господа вообще веселые, значит, карточку дали из одного банка аккаунт в другом и все это несовместимо пришел в один банк, они меня послали в другой банк, в другом банке сказали, что они мне тоже не помогут, ну, в общем, туда-сюда, пинать меня начали. Ну, правильно, отказывайся от этой кредитки и все. И жизнь удалась. А еще лучше отказываться от того и другого, перед этим выбери все с кредитки. Значит, нет, ради... Ради 500 долларов это не стоит делать. Да, действительно. Что-то вот этот гараж-банд уже четвертый раз подряд падает, и я дам тебе, честно, пионерское, поставлю нормальную, легальную, не позаимствую ни у кого версию. Кстати, если кто-нибудь хочет позаимствовать мою версию, я всегда могу дать. У меня она лицензионная, рабочая, на диске валяется дома. Это знаешь, как один товарищ мне ссылочку дал на приколы с форумом. Типа, а, значит, товарищ какой-то спрашивает, не могли бы вы дать что-то, код какой-то софтине, знаешь, это, значит, другой товарищ, вот, пожалуйста, лицензионный код к этой софтине. Прям в форуме. Следующая строка. Уже не лицензионный. Все, пошло по рукам. Да уж. А, кстати, насчет лицензионного и не лицензионного, я тут товарищу одному, не помню, где он там, в России, в какой-то глубинке сидел, помню, послал этот, я не знаю, нахрена ему все это было нужно, но ему нужен был этот, веб-обджект, аппеловский. Я ему послал веб-обджект, хотел поиграться. И лицензионный код. И после этого я ничего не слышал. Дурак. Заработался. Да. Запрограммировался, ушел в себя. Точно. Во-во. Так что, не знаю, что теперь, деньги вернут за девайс или нет. И вообще, как с ними ругаться, я тоже не знаю. Да, мне тоже надо вернуть это самое. Да, тебе надо вернуть деньги за неполученную видеокарту. И как она работает? Неплохо. Неплохо. Мне нравится. Warcraft красивый. Я, кстати, узнавал насчет возвращения. Езинь, если ты не расписывался, а походу ты не расписывался, а почту они тебе оставили прямо под дверью, то, собственно, не факт, что я ее получил. Вообще. Да, никто не знает, что я ее получил и получил ли ее вообще. А значится, я им... Да, надо будет им отписать. Хотя, подписка, на самом деле, роспись того, что ты получил, стоит всего 2 доллара. Представляешь, 2 доллара, а вот так вот люди экономят. Ну, ничего. Надо учить. Научим, научим. Все-таки 100 баксов отвалило. Ну. За эту карточку. вообще, мне карточка нравится, она очень классная, но 100 баксов надо будет вернуть. Вот. А еще из хороших и позитивных новостей. Серва, как ушел в даун перед Новым годом. Так и не вернулся. Так и не вернулся, да. Ушел в запой. Еще не знаю, когда он вернется. У меня там с ним весьма интересные проблемы. В особенности с русским языком. Да, в особенности с русским языком. И его кодировка. Здесь товарищ мистер Густ мне с этим очень сильно пытается помочь, но у меня такое ощущение, что, конечно, да, база данных похерена, я уже начинаю думать, как бы, может быть, все это скопировать по-простому. Вот знаешь, через... Копи-пейст, копи-пейст, копи-пейст. Ну, это не наш путь, копи-пейст. что это? Это для китайцев, индусов, а мы должны головой работать, а не ручками. Ну, правильно, напишемся программу, которая будет перекодировать из одной кодировки в другую. Да, точно. Вот тебе программы челленджа. К сожалению, там все намного сложнее, чем вроде как казалось. Но вот так. Ну, сербак, наверное, все-таки поднимется, я надеюсь, в следующие сколько-то нибудь там дней. Плоть-то двух недель. Да, я уже подумал, я там выставлю какой-нибудь обычный HTML-ник и скажу, что все, народ, ждите, пока база данных не будет восстановлена, а потом я вернусь. Я не думаю, что мой веб-сайт пользуется популярностью по-любому, но я туда уже давно ничего не писал, собственно, по причине этих неполадок. Вот так. тем не менее, веб-сайты по-любому у меня пока что будет стоять, да? Ну, в принципе, да, если ты, как говорится, будешь generous enough, то, конечно. Не, ну, что, все равно там же трафик не сильно качается, тем более, что я сейчас немножко улучшил свое подключение. Да, при помощи wireless-карты, да? Ага. Покупайте wireless-карты, они ускорят ваш интернет. Особенно, когда обычный кабель не контачит. И приходится подрубаться к источнику, да? Да. Так что... А, кстати, знаешь, что я в Торонто обнаружил? Весьма интересная вещь. Там отсутствуют некоторые этажи, например, 4-й, 13-й, 14-й. Значит, я когда в лифт зашел, я сперва не въехал, потом мне через пару дней уже дошло. В лифте нету 4-й, 13-й, 14-й кнопки. Почему? Ну, нету. Вот понимаешь, значит, 4-й, 4-й, это какое-то там, то ли 4-й, то ли 14-й, это какое-то нехорошее число для китайцев, японцев, еще каких-то товарищей. Ну, а 13-й, это вообще понятно. Ну, да, чертова дюжина. А самое главное, я сперва думал, что, значит, эти товарищи, что они сделали, они построили 13-й, 14-й, 4-й этаж, просто они пустые эти этажи. Ты думаешь? Ну, это я сперва так подумал, что... А куда можно заселиться за 50 долларов в месяц? Я не возражаю, но сейчас 13-я квартира. Хоть 13-я квартира, да? Да, да хоть до 666-й квартиры, блин. Вот. Я сперва так тоже наивно подумал, что они действительно так верят во все это дело и построили пустые этажи, а потом оказалось, что нет. Они просто цифры поменяли и все. То есть, если ты физически поднимаешься и считаешь, то 16-й этаж это является 13-м. Некрасиво получается, ты знаешь? Это такая дурость. Я не могу понять, откуда она приходит. Нету кнопки 13, ну и кому это легче? Сижу же на 13-м этаже. Какая разница? Ну, кого волнует? Никто же на самом деле не считает, сколько там этажей. Они зашли в лифт, нажали на кнопку. Ты живешь на, я не знаю, 17-м этаже, и кого волнует, что это на самом деле 14-й или какой-то там. Я не знаю. А вообще, я предлагаю несколько решений этой проблемой. Например, называть этажи в баннере системе. Там никогда не будет цифр 13-14, там просто будут нули и единицы. Очень удобно. Какая у вас квартира? 0-0-0-0-1-1-0-0-1-1-0. Нет, по-моему, АБЦ лучше. АБЦ? Ты думаешь, Хэкси все это сделать? Там 13-у тоже нет цифры. Ну да. А там есть четверка. И? Ну, надо от четверки как-то избавиться. Не, ну тогда просто алфавитом. Ты думаешь? Ну да. Так китайцы обидятся, надо китайский алфавит. Ты думаешь? Ну, а как? Получается, там дискриминация. Не, ну реально написать на китайском. Ну, а потом еще и на всяком индусском и так далее. Ну да, здрасте. Не, ну в Торонто три главных языка. Английский, китайский и может быть французский. Французский в Торонто. Здрасте. Ну, я не знаю. Ну, это как бы второй официальный язык в Канаде. А, тогда все остальные обидятся, тоже не получается. Надо удовлетворить всех, причем сразу. Какая идея? Тогда давай палочками. Палочками? А почему палочками? Ну, потому что все умеют читать на пальцах и знаешь, вот тут одна палочка, здесь две палочки, там три палочки. Тогда будет не компетибилити, потому что все эти четыре палочки, как ты будешь называть. Там же нельзя четыре говорить. Правильно? Ну, ну, это же не четыре, это четыре палочки. Это четыре палочки. Ну, вообще, давай в римском, не знаю, в римских цифрах. В римских? Один пять. Один пять. Ого! Ого! Там четверки нету, там один пять, а у другого пять один. А я считаю, что все-таки надо в байнере. Это намного удобнее. Да, но не все же программисты, правильно? Да какая разница? Все нормально. Он хочет четверку, ноль ноль, один один. О, нормально. Все понимают. Извиняюсь, по-моему, это не четверка. Да, не четверка. Ну, ладно, поехали дальше. Новый год в даунтауне, ну что? Дайнтауне. Дайнтауне. Это действительно даунтаун. Это наводит на мысль дайн. Ну, на самом деле, мы тут под Новый год, в особенности я ходил под Новый год по всяким местам, а-ля покушать. Агримар, да? Не, я раз в день выходил, чтобы покушать, а то, знаешь, как-то, хотя бы раз в день надо кушать. Вот. И, короче, выхожу, смотрю, а, пусто, хорошо. Думаю, что, все перешли на другой сервер, а, нет, все уехали в другой город. Правильно, это же тот реально с анивером, и тут никого нету. А может быть, случилась ядерная война, когда ты не заметил? Нет, действительно, это тоже, кстати, был вариант, но я так подумал, если была бы ядерная волна, то я бы ее услышал или хотя бы почувствовал. Вот. Ну, может где-нибудь там бомбили, все решили уехать, а ты? А я остался. А ты логаут из игры, смотришь, никого нету, ну и ладно. Логинился дальше. Логинился дальше, Да. Ну, вообще, под Новый год здесь, в Виндзоре, по крайней мере, очень-очень пусто. Хорошо, наоборот, людей нету. Меньше народ, больше кислорода. Да. Ну, да, сравнительно. Все работает, пицца есть, пиво тоже. Да, да, это было. Это большой позитив. Вот. Ну, правда, сейчас все начали возвращаться, и опять видишь, пьяных студентов. осторожно, студент-кроссинг. А, кстати, насчет студент-кроссинг, я не знаю, ты новости не смотришь, но я один раз телевизор включил, и там рассказывали, что прямо около нашего университета, знаешь, где все перебегают дорогу, чтобы пойти кофе купить. Ага. Пару человек сбило. Серьезно? Да. Ваня, а ты после этого еще пытаешься, чтобы тебя сбили. Но я не пытаюсь, я их пугаю. Ага. Я же на самом деле не шагаю, я ногу выставляю, а сам балансер на другой ноге. Вот если мне кто-то под ножку дает, под другой ноги. Подтолкнет тебя, да? Да, подтолкнет меня, вот тогда я действительно попаду под машину. Но если не помру, это даже будет лучше для меня. Засужу водилу, потому что не умеет водить, чего он не видел, что я собирался переходить дорогу. Правильно? Кстати, да. Получу дисабелить, и мне тогда легче станет в универе учиться. Главное, чтобы у тебя осталась башка и две руки. Все остальное можно отрезать, в принципе. Что еще надо? Я бы еще хотел, чтобы еще одна вещь осталась. Но это optional. Это optional. Не обязательно. Да, это не обязательно. Ну, вообще, кому оно надо? После последнего мне надо. Мне очень надо. Ну, еще подожди, пару недель. Потом поговорим. Кому оно надо? А я... Мы, конечно, выходим за рамки программы, но я тебе расскажу все-таки, что произошло там в Даунтауне, когда я туда поехал. Там же был большой концерт и лил дождь. В общем, все равно собрались, вот я пошел с Верой, вот, и еще пару человек. Нет, на тебе не дало. Ага. Так. Во-первых, там было негде. А вообще, не твое-то дело. Так, значит, ну, в общем, мы вдвоем, грубо говоря, пошли. Там еще пара человек было, но они потом это, отсоединились от... От группы? От группы, да. О-о-о-о. И, короче говоря, дождь лил, значит, на концерт мы опоздали, естественно, что Вер хотел на концерт пойти, но мне до этого концерта было как до фонаря. Поэтому, конечно же, вы опоздали. Ну, естественно. Вот, но, значит, самое интересное, пришли, на каждом углу стоит, как минимум, по два полицейского. То есть, каждому углу перекрестка. Ага. То есть, на перекрестке, сколько там углов? Шесть? Нет, четыре. Четыре? А, ну, значит, четыре. Четыре на два. Зависит, какой перекресток. Такой. Такой, знаешь, такой. Когда немножко наберешь, перекресток становится совсем хороший. Ага. Вот, и, значит, там восемь полицейских, фактически на каждом перекрестке везде ходят полицейские машины. И, значит, такой крик стоит, гул, там все орут, что-то, ну, понятно, половина пьяная. Вот, и, значит, идешь по этой улице, и, значит, такой легкие эссенции, нет, ну, не будем загинать, там нелегкие были эссенции. И вдруг чувствуешься ежиком в тумане. И туман необычный, а чем-то попахивает. Очень знакомый, и потом до тебя доходит. Это конопля. Вот. Значит, это все происходит в центре Торонто. Да, куча полицейских. Куча полицейских. С ароматами Торонто. Ванкувера. Там же коноплю, в общем, самое большое производительство. А почему здесь в Ванкувер вообще? Ну, там же китайцы много, они там всю коноплю выращивают. Ну, то, что они выращивают, еще не знают, что они это. Не, они там экспортируют ее. Да, но еще не знают, что они курят. Курят больше всего, я не знаю. Да, китайцы тоже курят. Ну, ладно. Ну, в общем, они ее выращивают. И, в общем, всем этим делом заполнена вся улица. Это же очень интересно. Приятно. Да. И даже покупать не надо. Даже покупать не надо. И самое приятное, что полицейские, машины везде ездят, все такие счастливые. Неудивительно. Я бы там тоже счастливо ходил бы с улыбами. Вот это Новый год, а в Торонто, представляешь? Да, кто чего, кто сорет, пускай так, кто ежик в тумане. Да, а потом мы завалили в бар, вот, хорошенько выпили, вот, потом нас из бара выгнали, в смысле, он уже закрывался, мы там ничего плохого не делали в паре. Вот. Ну, а потом, в общем, до дома, до хаты. Да, и она тебе не дала. Ну, да где, где, вот, ты понимаешь, негде было, негде. При всем моем желании, в смысле. Ну, если было бы желание, место бы нашлось. Ну, в машине, может быть, конечно, там не в первой, но у меня машина обкатанная. Я не первый раз. Ну, вот, в общем-то, пожалуй. Все, за исключением того, что мы не поговорили о том, почему мы не будем богатыми. А почему мы не будем богатыми? Я думаю, мы оставим это на следующий раз, почему мы не будем богатыми. А давай оставим это на следующий раз. Да. Войс-то забудем. Может, все-таки будем богатыми. Может, да, может, в следующий раз уже. Я тебе говорю, все, что нам надо, это взять что-нибудь кредитную карту, слимзовать оттуда дату, записать на свою и ходить по магазину спокойно. И покупать. И главное, не смотреть в сторону камеры. Хороший поинт. Да. Так что, будем богатеть? Хорошо. В конце концов, я деньги не люблю. Я тоже их очень не люблю. Я люблю то, что на них можно купить. Это точно. Ну, а, почти, почти забыл. Подарок. Подарок, можно так сказать, подкастов. О, да, да, да. Мне господин сказал, что я могу этот подарок оформить как хочу. Но подарок он сделал. Так что, подарок подкасту 200 гиговых Western Western Union Hard Drive Western Digital Hard Drive был подарен подкасту. Вот такие вот у нас слушатели хорошие. Слушай, это здорово. Это вообще, слушай. Будем анонсировать, кто это сделал. Ну, конечно. Дядя Гоуст. Мистер Гоуст. Кому как. Так что, большое спасибо ему. Подарок. Конечно. Доехал. Ну, что, будем ставить сервак и шарить музыку. Я уже об этом думал. Единственное, конечно, подключение. Господа, давайте, сделайте еще один подарок. Бесплатный канал и будем качать хоть день и ночь. Да мы и так. И день и ночь. У меня компьютер вот тут выключал его. Думаю, надо рестартануть компьютер, а то он у меня уже пять дней работал. Все-таки с виндой как-то страшно становится. Я понимаю, маг там одно дело, Linux совсем там, он не предназначен для выключения. Вот, но винда... Да, ну ничего, Ваня, скоро выйдет самая лучшая, самая быстрая, самая секьюрная винда Longhorn. И мы все весело перейдем на нее. Еще скажем на твисту сейчас перетепли на это. Ну да. А, это виста теперь называется, извиняюсь. У меня outdated information. Информейшн, да. Ну что, будем сворачивать? Ну да, сворачиваем это производство. Может было еще покурить. Да. я думаю... а травы не осталось, нет? Чего? Или все с собой там товарищу... Топай, дядя. Со своей травой. Я тут, может, и... Знаешь, я же пить не могу. Надо как-то по-другому развлекаться. На халяву и трезвенький, и язвенький. На пью. Дядя. Ну, на. Ну, скажи, что-нибудь хорошее. Что? А, ну как, я перешел на сторону арты. Это позитивная новость. Я так подумал, что Alliance все сакс, и там играют одни нюбы. И вообще козлы маленькие дети, да? Ну да. Ну, действительно, там играют маленькие дети. Перешел на сторону арты, посмотрел в чат, и там один мантер. Мантер за матером, матер за матером. Это по-нашему. На одного кого-то ругнулись, потому что он кого-то пидром обозвал. Ну, в смысле, геем, я имею в виду. Действительно, нельзя, не надо обзывать. Козлом, идиотом. идиот. Это всё нормально. Это нормально. А вот пидорам не надо. Потому что всё-таки в цивилизованных странах живём, правильно? Всё нормально. Варвары же мы, в конце концов. Да, господа, кстати, если кто-нибудь играет в Warcraft, может, дзынькните, позвоните, напишите, контакты везде есть. Может быть, соберём свою гильдию. Да, а то замучил со всякими чудиками играть. Будем ходить, мочить кого-нибудь. Вот так вот. Такие вот мы крутые, да? Ну, всё. Счастливого всем Нового года, счастья, здоровья. Денег побольше. Хотя, деньги, если будут не нужны, присылайте нам. Донейшн мы тоже принимаем. Также мы ищем спонсора. Принимаем всем пиво, водка и деньгами, марихуаны. Ну, это уже, это уже по... Ну, извини меня, я на Тор и только от женщин. Ну, только от женщин. Только от женщин. Ну, можно от девочек, можно от женщин. Вот. А ты этот, межживотный сэк. Ну, это уже, да, такая своеобразная шутка. Это мы тут посмотрели один обдобленный фильм. Интерсписчис эротика. Интерсписчис. Да, если кого-то интересует, можно даже написать там за кадром. Ладно, все хорошего вам, до свидания. Всего Нового Года. Меня, в принципе, очень порадовал тот комментарий, на самом деле, что меня даже хотят слышать. Ну, так. Вот. И не будем тянуть резину. Нет, про осла не надо. Спасибо. До свидания, чуваки. До свидания. И дамы.